Ты себе хозяин или те концепции, которые тобой правят, да, как таковы. Поэтому я иногда говорю, такие много очень кощувственных вещей я говорю в своей жизни, и ничего, как-то живу, да. Но одна из таких вещей, я говорю, что и отстаньте от меня с вашей концепцией круглой земли, понимаете, какая штука. Она мне не нравится, откровенная концепция. Она меня тревожит, там что-то у меня от нее кружится голова и все время нога соскальчивает, понимаете. То есть есть большое количество концепций, которые должны быть специальными. Я, современный мир, он шизофреногенный, потому что там существует неизбежным образом, имеется в виду, так он устроен. Он безумен, несомненно, потому что там существует огромное количество концепций, которые, несомненно, разрушают целостность сознания. В частности, например, концепция бесконечной пространственной вселенной. Это чистый бред, несомненно, но который в детстве ломает ребенку, каждому из вас что-то поломал, понимаете. То есть его надо, ты что, в результате потом должен, конечно, появиться там Зигмунд Петрович Фрейд, который должен придумать какое-то бессознательное, значит, с помощью которого ты называешь что-то, что ты не понимаешь. А вот там, а вот это все бессознательное, как таковое. Это чудесное в книге Бенджамина Хоффа, значит, про Дау Винни-Пуха говорится. Это единственное, что я оттуда помню, честно говоря, ну, значит, если ученых спросить, почему птицы летят на юг, они ответят инстинкт, что означает «я не знаю». Понимаете, поэтому очень часто такие вот заявления такого характера, собственно говоря, когда ты одно умное слово, когда тебя спросить, что такое книга перемен. Это древняя книга, что ты сказал, ничего ты не сказал там. Или там, что такое книга перемен, это книга мудрости, что ты сказал, ничего ты не сказал, что такое мудрость. Мудрость – это когда ты все знаешь, что ты сказал, ничего ты не сказал. То есть знания, они действительно являются силой, знания, когда ты понимаешь, как применять. Поэтому Конфуций начинается, один из главных авторов книги перемен. У книги перемен было 4 автора. Значит, первый у нас был Фуси, такой древний, совсем легендарный герой, который, собственно говоря, еще не нарисовал вот этих вот 3 граммов гексограммов никаких. Он дал только базовые числовые образные схемы, 2, как таковые, расположил числа и образы, приписал к ним. Второй был Вэнь Ван, значит, правитель культуры, это был 16 век до нашей эры, значит, и его родственник, близкий, значит, сын или внук Чоу Гун, они сдали название 64 знаком, расположили их в определенной последовательности, значит, и дали комментарии. К этим знаком, как таковым. Нужно понимать, вот когда, опять же, ты обращаешься к книге перемен, что суть не в тех текстах, которые там говорятся. Тексты, которые говорятся в книге перемен, когда говорится, что там первый знак, тянь, небо, творчество, да, особенно проблема заключается в том, что он написан на древнекитайском языке, весь этот текст. Древнекитайский язык очень сильно отличается и от современного китайского языка, потому что существует огромное количество толкований и переводов книги перемен на современный китайский язык. То есть, собственно говоря, любую книгу перемен, которую ты покупаешь, а сейчас в китайских магазинах ты заходишь, там отделы, там сотни книжек про книгу перемен, и каждый дает свое толкование на современном китайском языке, которое отличается от оригинала, потому что любое толкование обязательно отличается от оригинала, значит, как таковое. И эти толкования, они, с одной стороны, тебе что-то растолковывают, но и что-то они так толкуют, что ты уже никогда целостность не восстановишь, как таковую. Значит, и поэтому вот эти вот тексты, они вообще являются лишь примерами того, как можно. Они, может быть, являются лучшими. И Конфуций дальше, собственно говоря, дал еще так называемые 10 крыльев, которые помогают толковать вот эти вот тексты, которые были написаны за 10 веков до него. Он жил в 6 веке до нашей эры, а эти были написаны в 16 веке до нашей эры, или 11, там сейчас, может быть, сюда-сюда, 5 веков не играет роли. Вот, он дал толкование того, как нужно толковать эти вещи, и эта часть тоже стала частью канона. Так вот, Конфуций сказал, собственно говоря, в своей книге, в другом тексте, который был составлен его учениками, рассуждений в изречениях, научиться со временем применять изученные. С этого начинается вообще китайская когнитивная парадигма. Разве счастье не в том, чтобы научиться со временем применять изученные? Счастье разве не в том? Вот это вот, это самая важная китайская фраза, как таковая. Поэтому, если ты с помощью одних слов умеешь описывать какие-то другие слова, рассказывать, то это еще совершенно не означает наличие знания, как такового. Значит, так вот, собственно, когда ты понимаешь, как эти штуки применяются, когда ты берешь вот эту шестичленную конструкцию, знака книги перемен, и трактуешь ее, когда ты понимаешь, как она на тебя одевается, каким образом она проходит конкретно через твою жизнь. Потому что обстоятельства вот эти вот самые, они идут по этим шести уровням, как таковым. Вот эти вот связи, про которые я говорил, я порождаю, меня порождают, я преодолеваю, меня преодолевают и равные со мной. Вот эти типы связей, они очень важны, потому что это система, в которой ты находишься. Все время через тебя идут эти силы, они идут все одновременно. В китайской традиции говорится, то, что я порождаю, называется дети мои. Это чадо, это то, что мне нравится, это какие-то маленькие любимые штучечки, я не знаю. Это то, что я преодолеваю, называется семья и богатство, там называется жена и богатство. Оно требует контроля, оно требует какого-то постоянного правил введения, оно требует определенных ограничений, потому что оно иначе растечется, как таковая, как структура. То, что преодолевает меня, называется чиновники-бесы, это социум, это следующая по времени единица, и ты в этом живешь. Значит, а то, что порождает меня, называется род, родители мои, отец и мать, по сути дела, фуму, и равные со мной называются братья. Но это все действует одновременно, и дело в том, что то, что я порождаю, порождает то, что я преодолеваю. То, что я преодолеваю, порождает то, что преодолевает меня. То, что преодолевает меня, порождает то, что порождает меня, и то, что порождает меня, преодолевает то, что я порождаю. И это штука, которая работает одновременно, и в любой точке, поэтому обычная тема, вот я сейчас решу вот этот вопрос, и дальше я буду жить, и ты вот это вот все свое внимание бросаешь на решение какого-то вопроса, а потом обнаруживается, что здесь у тебя уже что-то развалилось, а здесь у тебя покорежилось, потому что, собственно говоря, китайская цивилизация, так называемая джун-юн срединности равновесия, по сути дела, и неотклоняемости, когда ты все время держишь равновесие, но равновесие ты держишь во времени. То есть если у тебя времени нет, и если основная тема, значит, заключается в том, чтобы человек мог спокойно потакать своим каким-то этим слабостям и леням, и говорить, я сова, поэтому я утром не встаю, значит, типа мне нужно до обеда спать, только тогда я себя хорошо чувствую, отрицая вообще тему природных циклов как таковых, а наука, она же такая штука, она тебе подберет объяснение и оправдание абсолютно вообще для всего. Только когда уже потом эта фигня начинает разваливаться, и ты приходишь к врачу, он говорит, слушай, ну медицина здесь бессильна, в общем, как-то так, попробуй вот эти народные средства, значит, может они помогут там, или еще что-то такое, да, ты начинаешь понимать, что может быть, как, скажем, Борис Борисович пел, нас с тобой, ну это, как-то обманули, да, значит, и подмога не пришла, и патронов не прислали, значит, и равновесие держится во времени. А время, это структура цикла одного вдоха и выдоха на самом начале, одного удара сердца систолы и диастолы, одного толчка крови. Дальше одного прохождения в китайской медицине существует 12 каналов меридианов, по которым течет время. Время, время, вещество времени, это называется по-китайски ци, значит, когда это переводят словами дыхание, это не очень правильно, потому что у энергии, когда переводят словами энергии, мне не нравится это слово, потому что у энергии нет вещественности, у энергии есть носитель вещества, да, но энергия сама не вещественная. Ци, она вещественная такая штука. Ци может проходить и может не проходить. У канала может быть проводимость, может быть непроводимость. И, собственно говоря, все болезни, они заключаются в том, что нарушается проводимость каналов. Нарушается проводимость канала. Я все время написал такой текст по этому поводу. Связь нравственно-этических категорий и психофизических состояний. Что такое нравственно-этические категории? То есть существует пять основных органов, так называемых органов хранилищ, органов-накопителей неких тонких субстанций. Я их называю в человеке. Существует, собственно, вещество ощущений, вещество дыхания, вещество сознания. Существует вещество ощущений, сила ощущений и качество ощущений. Существует вещество дыхания, качество дыхания и сила дыхания. Существует вещество, качество и сила сознания. Собственно говоря, это то, что называется русским таким выражением тело, душа и дух. Потому что там, где находится дыхание, там находятся все переживания. Поэтому невозможно пережить ни одно чувство, чтобы это не отразилось на модуляциях твоего дыхания. По сути дела, ты можешь слушать, затаив дыхание, когда ты нервничаешь, у тебя дыхание сбивается, когда ты радуешься, у тебя меняется дыхание. Поэтому западная традиция полностью исключила дыхание из сферы когнитивных каких-то инструментов, как таковых. То есть потихонечку, конечно, подъехала ведическая традиция с йогой, но в подавляющем большинстве случаев и в йоге, которая, опять же, пришла не из Индии непосредственно, в остальные страны ареала, как таковые, а пришла через англо-саксонскую парадигму, ну, по причине того, что это была колония английская. И я очень сильно сомневаюсь в качественности переводов ведической литературы, вообще вед. Именно потому, что вообще, в принципе, все переводы, особенно с древних языков, они, конечно, обслуживают какие-то классы, как таковые. Тем не менее, я уж прошу простить, не эти классовые аллюзии, как таковые. Но большая проблема, опять же, подавляющее большинство людей знает книгу «Перемен» по переводу Щуцкого. Это отвратительный перевод, честно вам скажу. Очень плохой по причине того, что это было время, когда китай-видение обслуживало интересы цикопарки. Больше ничего она не обслуживала, как таковое. Ну, и были какие-то вспомогательные дисциплины. Невозможно было свободно думать в то время. Поэтому нужно было придумывать какие-то когнитивные ловушки. Она вся из когнитивных ловушек, значит. И поэтому невозможно было, нельзя было написать о том, что книга «Перемен» о состоянии духа во времени вообще как такового. Потому что не может быть времени без состояния духа, не может быть состояния духа без времени. Это очень важный момент. Состояние духа твоего всегда в конкретном моменте. И этот конкретный момент, он описывается конкретным взаимодействием сил, которые сходятся конкретно в этой точке, в этом месте и в этом пространстве как таковом. Вот это состояние. В китайском традиции есть понятие так называемых восьми врат. Есть понятие девяти домов. Что такое девять домов? Значит, по сути дела, ты... Опять, китайская традиция, чем она отличается от западной? Она отличается от западной тем, что сознание и ум описываются на основании того, как описывается тело сначала. Собственно говоря, все базовые вещи, все единицы, образы и числа проистекают из того, в человеке есть шесть базовых сочленений, когда он встает. И вот это получается, от земли до неба у него шесть базовых сочленений, по которым он движется. Это стопы, это колени, это бедра. Вот вся твоя возможность двигаться. И вторая часть, которая соотносится с небом. Первая соединяет тебя с землей. Вторая соединяет тебя с небом. Это поясничный отдел, это грудной отдел и шейный отдел. Все остеохондрозы у тебя здесь, собственно говоря. К старости начинают болеть колени сильно, там еще срединные какие-то вещи, да. Ну и здесь какие-то болезни образуются. Значит, почему это происходит? Потому что разрушаются связи, которые паникийные, в первую очередь, которые позволяют удерживать состояние равновесия во времени. Если ты с временем правильно разгоняешься и правильно притормаживаешься, входишь в фазы, в течение, я еще сказал раньше, одного цикла вдоха и выдоха. В течение прохождения силы дыхания по меридиану в течение двухчасовки. В период с трех до пяти утра начинает включается, СИП приходит в меридиан легких. Поэтому практики дыхательные лучше всего делать время с трех до пяти утра. Они самые эффективные. Вставать, конечно, непросто, но поверьте мне, что это отличается по-настоящему. Если ты делаешь практику, если ты делаешь сурья-намаскар на закате, это будет другое, понимаете. То есть сурья-намаскар нужно делать утром, приветствуя. И приветствие – это не формальная история. Я подумал, что я говорю. Но я же не верю в том, что солнце – это божество, правда, собственно говоря. А индийская йога, она без девоушен, без любви к Богу, она вообще как бы деньги на ветер, с моей точки зрения. Если ты не способен переживать действительно, что ты называешь Богом, это другой вопрос, я еще раз повторяю. Но не важно, что, эта целостность мира, которая выдавливает тебя из бесконечности возможных вариантов, вот в эту личностную форму, в которой ты находишься, понимаешь. Любовь – это то, что соединяет вот эту модель, которая вылеплена из небытия, как такового, вот с этим совсем, что есть остальное, что попадает в котел моего восприятия через мою сенсорику, что-то с ним там происходит. Если ты это взаимодействие производишь через любовь, что такое любовь? Любовь – штука очень простая, она не имеет никакого отношения к чувственности. Любовь – это способность переживать боль другого, как свою, и радость другого, как свою. Ни в коем случае не забывать про вторую часть. Собственно говоря, это не только значит боль, но обязательно и радость. Собственно понимать, что другой и радуется, и страдает абсолютно точно так же, как и ты. Собственно, если ты способен допускать эти вещи, то у тебя все нормально с любовью. Там не обязательно сопли при этом размазывать, ну или какие-то громкие слова говорить, как таковые. Так вот, собственно, если вернуться к понятию сохранения этого равновесия, так вот это равновесие, существует эта пятерка дерева, огня, почвы, металла и воды, которая выражается в том, что все вещи сначала рождаются, потом они созревают, потом они трансформируются, происходит их переход, потом происходит собирание урожая у любого предмета и явления, потом сохранение то, что соответствует зимнему периоду. То есть весна – это время зарождения, лето – это время созревания, переход с лета на осень – это время трансформации, переход осень – это время собирания плодов урожая, и зима – это время сохранения укрытия, сохранения плодов, с тем, чтобы сохранить эти плоды до времени нового сева, как такового. Абсолютно так же все происходит и в твоей жизни, если в тебе не перепутаны концы и начало. Очень трудно, надо понимать, что увязывать нужно не начало с концами, а концы с началами. В дао-де-дзине есть чудесная фраза, что самое сложное, делая дело, в конце сохранить то же состояние внимательности, какое было в начале. Потому что, заканчивая это дело, нужно его… Потому что ничто не заканчивается, связывается. А что такое конец и начало? Оно начинается с выдоха, у тебя пошел вдох, он дошел у тебя до верхней точки, и опять ты пошел на выдох. Вот эти переходы и есть концы и начало. И если ты в этих точках… А в этих точках происходит переключение сознания. Оно происходит постоянно, потому что всю свою жизнь ты вдыхаешь и выдыхаешь, или воздух вдыхает и выдыхает тебя. И если ты способен держать в этих точках свое внимание, если ты способен этими точками держать свое осознание, свое сознание, тогда ты начинаешь делать какие-то действия, и тогда у тебя исчезает необходимость и нужда суетиться и бестолково ускоряться, куда-либо опаздывая, потому что ты знаешь, что ты уже везде опоздал. Поэтому при этом вот эта история пяти движений в человеке печень соответствует дереву. Значит, отверстия печени – это глаза. Значит, сущность, вещество, ощущение печени – это то, что делает глаза ясными и дает зрение как таковое. Значит, правильное чувство печени – это доброта. Доброта. Если печень работает неправильно и не вырабатывает достаточное количество доброты, это не для пирожков с ливером, она для другого, понимаете? Там доброта получается. Не вырабатывается достаточное количество доброты, тогда человек становится раздражителен и гневлив. Раздражение и гнев – это показатель того, что тебе что-то не хватает, витаминов каких-то, витаминов любви к ближним, собственно говоря, которые нужно не получать в другом, а которые нужно другому давать, по сути дела. А сердце следующее, которое соответствует стихии «Огня, дерево порождает огонь». А что пропить, чтобы печень доброта урабатывает? Что пропить, чтобы печень доброта урабатывает? Ничего. Это не удерживаться от гнева. Удерживаться, удерживаться, удерживаться. Но это уже другая техника. Удерживаться вообще от чувств и переживаний каких-то неправильных можно только через управление дыханием. Никаким другим способом словами себя уговорить невозможно. Установку себе дать невозможно. Но если ты начинаешь делать какие-то упражнения, связанные там с тем, что это значит, что у тебя действительно просто слабая печень, по китайской медицине это будет понятие, чтобы узнать, что пропить, есть ли сильная гневливость, которая вредит, как таковая, лучше найти хорошего китайского врача. Реально. Он там даст какие-то... Обнаружится, что есть какие-то отклонения там и органические, тоже обязательно совершенно. Он там что-то... Ну даст какие-то вещи. Даст возможность этого... Да. Да. От гнева. От самого гнева удерживаться, да. Более того, когда я говорю удерживаться, это неправда, собственно говоря. Нет у тебя никаких оснований ни на кого гневаться в этом мире, как таковое. И, следовательно, просто нужно добрее быть к людям. Но у меня понятие, видите, у меня какое понятие, я уже говорил об этом. У меня определение человека, мы люди трогательные, нелепые, убогие и забавные существа. Трогательные, нелепые, убогие и забавные, каждый из которых придумывает себе... Ну, мы же себя ценим. Каждый же... И это есть самое трогательное, убогое в нас, вот это вот то, за что мы себя ценим. Ну, я вот, например, очень обаятельный и умный такой, знаете. Ну, это же объективное, а кто-то вот добрый очень, понимаете, а что-то и так далее. Да, у каждого есть какая-то своя какая-то рассказочка, которую он там вот этого вот зверька лелеет в себе, а потом... Надоело, убить бы, и всего-то так-то так. Равновесие, держание равновесия, самая сложная вещь, как ты говоришь. И когда ты держишь это равновесие, если ты делаешь усилие по удержанию равновесия, если ты понимаешь, что высшая ценность это равновесие во времени дыхания, только тогда ты начинаешь замечать, как в мелочах, в самых маленьких мелочах. Я закончу сейчас эту историю, вам станет яснее, потому что я уже сказал в предыдущем раскладе, что невозможно то, что ты порождаешь, порождает то, что ты преодолеваешь. То, что ты преодолеваешь, порождает то, что преодолевает тебя. То, что преодолевает тебя, порождает то, что порождает тебя. То, что порождает тебя, преодолевает то, что ты порождаешь. И это происходит одновременно. Поэтому если тебя чуть-чуть начинает косить, что происходит? Поясничка начинает для начала болеть, понимаете, как бы. Потому что идет неравновесие крестцовое, как таковое, поясничное. Идут там первые вещи. А в силу того, что ты вообще чуть-чуть изначально скручен и рождаешься, появляешься как таковой, да, и вода в унитазе там в одну сторону закручивается, в одной половине земного сара, а во второй в другую, как-то это все устроено уже изначально. Поэтому сердце, оно порождает порядочность, его основное чувство. Порядочность это способность поступать в соответствии со своими знаниями того, что такое порядок или обряд в отношениях. Порядочно поступать. Собственно говоря, мы сейчас не будем разбирать эти вещи. Собственно говоря, по обряду, понятие обряда в жизни современного человека делать туда же, куда делалось понятие духа в жизни современного ученого. Потому что при этом современный ученый не может в работе профессионально использовать этот термин, но тем не менее он должен обладать силой духа, у него должно быть присутствием духа. Значит, еще есть огромное количество слов, которые как в том анекдоте, как эта жопа есть, а слова нет. Знаете, такой анекдот есть вот как-то так. И надо как-то с этим жить же, понимаете. Поэтому также и здесь обряд, конечно, существует обряд в отношении. Имеется в виду, существуют обряды ухаживания, существует. И каждая девушка очень точно понимает, правильно ей подарили цветы или неправильно. И никогда не прости, что после этого неправильного подарения цветов, да, там, правильно или неправильно сделали комплименты и так далее. Масса каких-то вещей. То есть обряды в мире людей существуют. Там ты чувствуешь, как нужно проявлять. Обряды – это ты точно знаешь, в каком порядке, как правильно проявлять свои правильные чувства. Правильные чувства. Как раз гнев по обряду выразить нельзя. Занимаете, какая сука. Так вот, а порядочность, если в сердце не вырабатывается достаточно порядочности, тогда сердце, оно все время склонно к экзальтации, к избыточным приступам. Очень хочется веселиться все время, понимаете, как разгоняться. Огонь такой вот это вот. Там очень много тратится энергии и тоже теряется точка равновесия. Следующая идет структура почва, но она, почва находится в центре, как таковая. Она находится в структуре года, если мы возьмем год. Он делится на 12 частей, значит, и получается первые два, значит, знака двух месяцев, да, они соответствуют дереву. Третий соответствует почве. Потом два огню, потом почве, потом два металла, почве, два воды и почва между ними. Почва это преобразование через то, что преобразуется одно в другое, трансформация происходит. Поэтому происходит, если недостаточно порядочности, тогда избыточное веселье, экзальтированность происходит. Дальше идет почва, но я к почве вернусь, она в центре, я к ней вернусь дальше, потому что это все лишь из проекции другого типа измерений, да, по сути дела. То есть ты, когда делаешь проекцию трехмерную на плоскость, у тебя обязательно будут искажения, как таковые. Если ты делаешь проекцию из времени и сознания в мир слов, у тебя обязательно будут искажения. Они являются, ты по ним можешь только находить дорогу, только можешь находить следы к истине, как таковой. Поэтому, если легкие, у тебя отвечают за выработку чувства совести. Что такое совесть? Совесть это способность правильно распределять ценности вне, в ущерб общему, в зависимости от частного. То есть все время хочется подгрести под себя чуть больше, чем отдать вовне, понимаете. Вот эта вот совесть, это правильное распределение этих ценностей. Она же, как по-английски consciousness, это же понятие, да. Consciousness это одновременно и совесть, это одновременно сознание. Это be conscious, быть осознанным, быть осознающим, по сути дела. Значит, и если совести недостаточно, вырабатывается вообще органами легких, которые соответствуют стихии металла, тогда возникает печаль. Печалишься ты там где-то. Кстати говоря, вот там, где находится гневливость, на печени соответствует кислый вкус. Значит, печень открывается через глаза. Я знаю, ну, кто-то, наверное, сталкивались с такими, особенно кто постарше, когда вот раздражение, очень много зрения садится быстро. Есть такая история, да-да-да, когда человек много раздражается, прям реально садится зрение у людей. Поэтому зрение можно сохранять, есть, ну, есть разные причины по этому, но это вот такой вот факт существует. Значит, так вот, собственно говоря, если ты не распределяешь правильно ценности между общим и частным, корыстным, личным как таковым, то печалиться придется много. Дальше находятся почки. Почки, как бы, они находятся внизу, это стихия воды, это начало отверстия в организме почек, это уши. Если почки вырабатывают разумность, разумность, что такое разумность? Разумность – это способность вот правильно строить череду своих действий, продуманно, имеется в виду, продуманно, продуманно чуть-чуть заранее, как таковая. Она присутствует в каких-то почти механических наработках, когда ты понимаешь, сначала нужно взять нож, вилку здесь положить, это сюда, как бы подальше положишь, поближе возьмешь и так далее. Вот эти вещи в мелочах, когда тебе нужно от одного объекта к другому переместиться, она в очень простых вещах выражается. Если разумности недостаточно, вырабатывается, возникает страх. 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 Страха хватает. Страха хватает. Страх, он еще почему очень важный, потому что это начало, почки – это начало, это стихия воды, это начало рождения янской светлой силы света, как такового. Да, это то, что в человеке чего много, как такового, света должно быть. И, наконец, в центре находятся селезенка и желудок, пищеварительная система, да, то, что тебя питает, там вырабатывается вера. Вера. Если веры недостаточно, тогда слишком много мыслей начинает рождаться. Избыточно, ты все время начинаешь рефлексировать, очень трудно. Это то, что называют внутренний диалог, когда в тебе начинают жить. Это, собственно говоря, с внутренним диалогом невозможно справиться ничем, кроме как верой. Что такое вера, как таковая? То есть, я еще раз говорю, все эти вещи находятся во времени, и если у тебя исчезают понятия времени и духа, ты никогда эти вещи не объяснишь. То есть, вера у тебя, это не вера в, как его называется, в образ и так далее. Вера – это очень четкое усилие, когда ты знаешь, собственно говоря, что вот сегодня тебе нужно встать на 10 минут раньше, чем обычно, принять прохладный душ, как таковое, и чуть-чуть вот это, а вечером не съесть на ночь вот эту сладкую пироженку, значит, которую так хочется съесть, потому что, ну, как-то, да, вот эта способность соединять, потому что ты точно знаешь, что утром ты об этом пожалеешь. Да? Да? Вера – это или не выразить этого своего гнева, убрать, преобразовать его, только, вот это можно сделать только с помощью любви и доброты, да, как такового. Потому что ты знаешь, а хочется, а так хочется сказать, бля, а вера – это то усилие, которое позволяет тебе пробить вот это вот, потому что ты понимаешь, что ты ухудшишь, только ухудшишь происходящее, оно ухудшится прямо вот в тот момент, когда ты себя отпустишь и дашь. Вот вера – это то, что позволяет это сдерживать и преобразовывать. Вот такие существуют пять этих самых нравственных чувств, и, следовательно, если в тебе доброты недостаточно, у тебя, и ты все время гневаешься, у тебя начинает портиться печень, если ты все время разумности тебе не хватает, и ты все время это, боишься страхом своим, даешь эту историю, у тебя начинают портиться почки и так далее, эта вся история. И, надо сказать, в китайской медицине прямо существуют даже технологии лечения такие, когда, например, великих врачей, какой был великий врач, я не помню, или еще какой-то один из знаменитых прям врачей, там есть большие сборники кейсов медицинских, когда он лечил одного богатого очень человека, начальника, там, какого-то губернатора, значит, питерского губернатора, предположим, да, и он что-то страдал, очень у него какая-то была очень сильная болезнь, уже он плохо себя чувствовал, и вдруг приехал в дом к нему вот этот знаменитый врач, которого никак не могли найти, он так обрадовался, значит, и говорит, ну, да, вот давай, вот я тебя поселю, он говорит, я тебя посмотрю, потом, значит, проходит день, другой, значит, его поселили в самые роскошные апартаменты, значит, но он что-то пощупал, у него какие-то пульсы, значит, и ничего не делает, не приступает к лечению, это, значит, ходит и ждет же, когда выздоровеет, потому что ему плохо, врач ему, значит, в какой-то момент за обедом все роскошная еда, крабы с Камчатки, понимаете, икра с Астрахани, все везется самолетами, вот это вот все, лишь бы только вылечил, все, а этот сидит и ничего не делает, а потом, значит, говорит, ну, вы-то вот у вас, у чиновников, деньги-то сами водятся, а мы тяжело, он говорит, деньги не проблема, дает ему гонорар большой, платит заранее, значит, а тот все равно ничего не лечит, значит, потом говорит, ну, что ж, когда ты будешь лечить, и потом, значит, когда он еще взял денег, еще каких-то, а потом утром, значит, говорит, завтра буду тебя лечить, все, завтра, все, готовься, завтра приду тебя лечить, раз в утром не появляется, приходит, а он уехал, врач, этого просто ярость пробила, и у него кровь горлом пошла черная, нет, не все, черная кровь пошла горлом, и тут приехал его старший сын, значит, который сказал, папа, все нормально, у меня лекарство есть от этого, значит, и подал ему лекарство, значит, а ему нужно было врачу вызвать вспышку ярости, потому что у него был застой крови в печени, и чтобы вот эта кровь вышла, ему нужно было вызвать вспышку ярости, настоящей такой, как таковой, а он заранее уже приготовил лекарство, чтобы потом убрать вот эти последствия. Вот таких кейсов достаточно много в китайской медицине описывается, в традиционной, когда эмоции используют одни вот для того, чтобы привести в равновесие другие, значит, как таковые. Вот, значит, и дальше у нас идет книга перемен. Шестнадцать-пятнадцать, если есть вопросы, то давайте. Кого? Книгу перемен, мой перевод Эксмо, называется «Искусство управления переменами», три тома вот таких. Синие, да, синие. Просто, наверное, в буква ЕДИ есть, ну, точно в интернете заведите, виногродские книги, там вам все скажут. А желчный пузырь к печени относится? Да, они не относятся к печени, есть органы, так называемые янские, есть органы иньские. Вот иньские органы, они накопители, и они идут парами. Печень соотносится с желчным пузырем. Если интересно, значит, вообще у меня есть серия лекций такая, в интернете их можно взять. Да, трактат «Желтого императора» – это не мои совсем лекции, ну, не совсем мои лекции, это я перевожу, прям, ну, как бы читаю с экрана китайского профессора медицины, значит. Ну, и там чуть-чуть даю только свои комментарии, где описываются, как устроена вся эта конструкция. И получается, значит, печень соотносится с желчным пузырем, сердце с тонким кишечником, селезенка с желудком, легкие с толстым кишечником и почки с мочевым пузырем. И они друг друга дополняют. Они называются, как бы, орган внутренний, орган поверхностности. Один неподвижный держится в состоянии, другой подвижный, должен все время быть в движении. То есть, конечно, пузырь-то Янский. Да, Янский, Янский, да-да. А еще можно спрашивать? Да, 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 вот что хотелось. То же самое. В китайской медицине существует два основных симптома. Синдрома болезней – это избыточность и недостаточность. Тхайго и пудзи. Значит, есть такое понятие бянджен лун, или, значит, диалектического штури, там, анализа как такового, где рассматривается состояние организма, вот основное, по которому смотрится человек. А это взаимодействие пустого и полного, пустота и полнота, это взаимодействие, баланс, равновесие. Пустое и полное, жар и холод, и Ян, и поверхностное и внутреннее. Вот эти восемь базовых категорий, которые рассматриваются в первую очередь. Это тоже надо смотреть по китайской медицине. Сколько времени, сколько времени, примерно, практического уходит, чтобы научиться, ну, о чем мы говорим? Вот это вот не вырабатывать, а вырабатывать доброту, и не вырабатывать агрессию. Всю жизнь. Всю жизнь. Да, конечно. Про веру вы можете немножко еще разговаривать? А, про что? Про вот эту веру, которая не в понимании веры. Что такое вера, да? Ну, глубже немножко в эту тему. Про пирожные, да, интересно. Про что первое? Про пирожные. Про пирожные, да, да. Не, ну, это то усилие, которое ты делаешь по удержанию. Да, вот через все усилие. Оно же не через задавливание, а через... Через дыхание. Через дыхание, да. Только... Да, все абсолютно усилия внутри твоего вот этого вот пространства, сознания, ощутимого мира делается через дыхание. Ну, чуть-чуть расскажите еще про это. Про что именно? Тогда про дыхание. Дыхание. Дышать... Я просто точно знаю, точно знаю, что есть шесть характеристик дыхания. Всегда нужно дыхать ровно, плавно, мягко, длинно, глубоко, тонко. Дыхание должно быть ровное, плавное, мягкое, длинное, глубокое, тонкое. И через практики. Да, и через практики, да, делать эти усилия постоянно. Через физические упражнения. А не существует отдельное. Все упражнения, вообще все физические, потому что физио – это жизнь. Через ощущение жизни в себе ощущать ты можешь только через дыхание. А шесть, вот, кстати, это просто еще существует у нас... О чем я говорил? У нас существуют вовне направленные движения духа – это зрение и осязание. Существуют направленные вовнутрь – это слух и обоняние. И существуют посредине – это вкус и дыхание. Потому что с помощью дыхания, не осознавая того, ты все время измеряешь, собственно говоря, вот этот вот градиент и равновесие между внутренним и внешним. Да? Ну, вопрос касательно тех, ну, так, предсечь, возможно, или перемен. Это жоу-и, а по нему какая-то есть информация? Вы что имеете в виду? Джоу-и – это и есть книга перемен, джоуские перемены. Вы имеете в виду, если вы хотите сказать о Ляньшане Гуидзан, два таких текста, да? Который 81-м. Нет, это не предсечь, это точно совершенно. Этот Хай Сюанзин, он был написан Ян Сюном, таким ученым, в третьем веке нашей эры. Да, 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 да. Существует его перевод на английский язык, по-моему, значит, может, он и на русском есть. Мой друг его переводил, Александр Гольштейн. Он в Израиле живет такой, китайский, очень хороший. Существует на английский язык, по-моему, перевод Деррика Уолтерса. Если нет вопросов, больше, да? Западный вариант традиционной китайской медицины, он западный. Западный, лучше традиционный. А у вас есть школа своя? Нету. Школы нет. Школа долгодительная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова